ну погнали очередной обзор на легенду 2000-х годов инфинити fx 35 что хочется сказать в первую очередь несмотря на то что тачке уже 20 лет внешний вид у нее по-прежнему актуальны согласитесь она выглядит достаточно круто и кто бы что не говорил большинство даже современных автомобилей китайцы не в счет делают тачки ну гораздо менее актуальные по внешности из которой смотрятся не так круто как это по салону в принципе с точки зрения дизайна все достаточно прикольно да опять же таки машина достаточно достаточно актуально выглядит внутри в том числе все удобно все под рукой там кнопки круиз-контроля громкость магнитолог коробка эта вся история все в принципе достаточно классно зеркала должны у нее складываться уже эта функция не работает вот очень прикольно сделана вот эта штука приборная панель вместе с рулем регулируется чтобы руль не перекрывал вам приборы ну и в принципе все неплохо включением того что опять же таки материалы про сиденье уже сказал хочу сделать отдельный акцент на торпеде которая будет трескаться уже независимо от комплектации только не знаете прям кайф кожа может нормальная версия но вот то что в таком виде эта тачка это не говорит о том что за ней там не следить это говорит о том что просто на ушаталась от времени там от солнца и так далее и вот в таком состоянии сейчас все вот эти штуки там открывашки они тоже будут у вас заедать залипать и работать хреново потому что качество салона честно говоря откровенное говно предлагаю прокатиться на ней и передать ощущение от езды 280 лошадиных сил я думаю живых 200 должно было остаться и посмотрим как она едет для своего веса наверное она едет достаточно неплохо но тем не менее сравнивать с какими-то более более современными автомобилями которые имеют меньший объем но более технологичные оснащены турбины и так далее то она проиграет останется в жопе там какая-нибудь skoda 1 и 4 turbo и его делает того что она легче за счет того что там крутящий момент другой машина более технологичная дохода мощности будет меньше и расход бензина тоже будет меньше что касается расхода топлива теперь что стоит отметить то что это тоже один из самых больших минусов данной тачки и живет она реально много объем 35 соответственно если все в порядке с машиной если ездить там даже не полностью газ пол а так при топлива местами то расход у вас будет ожидать литров там 18 можно даже где-то притопить тиснется форито 20 и это тоже большой минус несмотря на то что она потребляет в принципе и 92 бензина ничего там такого не произойдет нежелательно конечно не критично но все равно это очень накладно все на того что там какие-то тачки современный труд гораздо меньше допустим там такие же характеристика вы можете спокойно ездить на автомобиле с расходом 10 литров по городу что касается музыки и так далее в принципе здесь достаточно все неплохо играет по крайней мере в этой версии музыка босс стоит сказать что как-то супер вау там какой-то ты оргазм получаешь там от того что прослушиваешь здесь свои любимые треки я бы не сказал там басы да вот эта вся история вроде все неплохо но тем не менее есть системы с более приятным качеством звука и тут тоже стоит сказать что это не самая крутая музыка климат вся эта история работает абсолютно адекватно кондиционер морозит нормально печка дует хорошо во всех направлениях нет такого ощущения что что-то у тебя там отмерзает или что-то у тебя там перегревается летом в жару кроме торпеды которые трескаются от солнца в целом с этим все хорошо да с точки зрения комфорта подогревы сидений которые тоже достаточно удобно с двумя режимами единственно подогрева руля в этой версии по крайней мере нет не знаю есть версии с этой штукой или все-таки отсутствует скорее всего должны быть потому что тачка не такая уж прямо и древняя стоит заметить что полный привод на этой тачке также говно мы катались на такой машине зимой по грязи было две тачки infiniti fx 35 и subaric subaru outback даже не отдых по моему legacy ну неважно либо legacy либо отдых но тачка намного ниже по клиренсу и subaric где проехал infiniti встрял и не мог выехать за счет того что там у нее какие-то блокировки блокировки короче еще какая-то фигня что полный привод не постоянный соответственно там как там подключается и эта история не даст вам проехать по лютому бездорожью вы можете где-то встрять как вы видите металл достаточно плотный у этого автомобиля сравнивать современными тачками здесь она уже будет в плюсе потому что действительно машина крепкая не дай бог велитесь куда-то на ней то риск скажем так не покалечится намного меньше чем на кроме современном китайцы потому что металл действительно нормальный стоит отметить что часть автомобиля выполнены из алюминия что удорожает и ремонт помнете капот вам придется его менять ну либо потратить очень много денег на то чтобы его восстановить это тоже минус учет на того что тачка старая запчасти стоит дорого также что касается кузова сейчас достаточно проблематично найти на этот автомобиль какие-то миг мелкий элемент допустим там сейчас отсутствует часть ручки не найти это заказывать дать то есть так что пошел купил такого нет потому что какие-то премиалка и там китае ну мало что на нее штамповали по крайней мере элементы кузова и так далее имейте ввиду что в этом плане может обслуживание стоить дороже также к минусам машины можно отнести слабый головной свет в деревне ночью вы будете всматриваться в дорогу и это конечно же будет вызывать дискомфорт и минусами данного автомобиля является тормоза которые даже обратите внимание до тормозные диски несоразмерной массе авто и поэтому они подвержены перегреву они часто начинают бить когда вы там проехались перегрели диски в лужу к примеру попали изнашиваются и обслуживание стоит денег поменять там тормозные диски поставить другие это не дешевое удовольствие конечно же тоже минус на мой взгляд офигенная фишка данной машины это фары которые как я говорил уже в начале актуальны и в 2023 году и придают этой тачке современный вид то что фары узкие какие вот всякие элементы светодиодные поворотники стоп сигнал это все конечно же смотрится достаточно современно ну и что касается надежности в техническом плане то тут конечно же тоже стоит отдать должное что машина не самая помощь на я в этом смысле конечно же если за не следить и ухаживать там регулярно менять масло в движке прокладочки там обслуживать сальники и так далее несмотря на ее минус не подведет потому что мотор старый надежный ресурс у него потенциал огромный стоит про двигатель 35 нужно сказать что про двигатель 45 можно сказать конечно же современными тачками которых там два литра с турбиной по ресурсу она не сравнится сейчас мы здесь видим на табло пробег 265 тысяч самом деле я думаю что он уже пятьсот шестьдесят пять тысяч смотрим в два раза и тачка по-прежнему на ходу и по-прежнему в принципе если за не следить ухаживать она будет привлекать взгляды радовать катар владельца на этом мы пожалуй закончим потому что сказать сказать можно про эту машину еще много до каких-то общеизвестных фактов но мы снимаем обзоры только сугубо с нашим личным мнением чем сталкивались и в принципе что думаем о той или иной машине надеемся что это кому-то полезно кто-то сделает правильный выбор и купит машину которая будет от которой будет дальше кайфовать спасибо за просмотр подписывайтесь на канал до новых встреч